Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Доброе утро! Екатерина, во-первых, спасибо вам, что вы пришли к нам с утра пораньше, принесли этих чудесных животин. Хочется узнать, что это за порода? Я в первый раз вижу и слышу о такой породе. Расскажите о ней, откуда она пришла? Вообще, американская бурма была искусственно создана в США в 30-х годах прошлого столетия. Первая, самая первая кошка, которую звали Бонг Мао, была привезена из Бирмы как раз-таки в начале 30-х, 19-го века. И доктор Томпсон, увидев эту кошку, был настолько очарован ее красотой, что решил совместно с опытными заводчиками, а также ученым-генетиком вывести породу, которую назвал в дальнейшем американская бурма. Бурма. Тогда вот интересно узнать, какие вообще особенности у этой породы может быть, я не знаю, они как-то по-другому относятся к людям. К жизни. К жизни, может быть, да. На самом деле именно так. То есть они абсолютно не агрессивные животные. У них на генетическом уровне это заложено. То есть племенная программа была разработана именно так, что отбирались не только наиболее красивые, соответствующие стандартам по внешности кошки, но и так же они должны были быть очень любвеобильны, по характеру доброжелательны к людям. То есть их еще называют кошки-компаньоны. Некоторые сравнивают с собаками. Хорошо, тогда скажите, почему их называют кирпичом в шелковом одеянии? Ну, во-первых, потрогай, они очень приятные. Как кирпич. Нет, в шелковом одеянии это понятно. Почему кирпичи, если они такие доброжелательные? А, потому что это связано в первую очередь с их строением тела. То есть... Квадратиком? Да, они очень компактные. Внешне могут напоминать именно кирпич. И перевозить их можно стабелями вот так вот в кладрой. Не стоит. Ну, посмотрите, с первого взгляда небольшие по размеру кошки. На самом деле они обладают очень развитой мускулатурой и очень тяжелым костяком. А, поэтому такое ощущение ее создается. С виду небольшие по размеру, когда вы берете их на руки, ну, это еще маленькая девочка, но коты, в частности, они отличаются очень таким большим весом, кажутся тяжелыми. А шелк, ну, естественно, да. Из-за шкурки. У них шерсть по текстуре очень гладкая, она блестит, как шелк. Шерсть у них такая шелковистая, нужен ли какой-то за ней особенный уход? На самом деле нет. Нет, то есть, в принципе, она, потому что очень короткая шерсть, она прилегает к телу, то есть у нее нет совершенно подшерстка, и благодаря этому они не так сильно линяют, как длинношерстные кошки. Ну, они, соответственно, мерзнут, если нет подшерстка, да? Ну, то есть с ней не погуляешь на улице. А где вы? А ты обычно с кошками на улице гуляешь? Минус 30, конечно, уже не погуляешь, но плюсовую погоду почему нет? То есть одевайте на них шлейку желательно, не а шейник, и, пожалуйста, гуляйте с ними. Ну, вот мы видим, что очень активные на самом деле такие жители в нашей студии сегодня, например, когда британцев к нам приводили, они как бы спокойненько лежат себе и лежат, да, их даже не расшевелить. Расскажите, как они ведут себя в семье, если вдруг кто-то заинтересовался такой породой и хочет попробовать завести ее, можно ли заводить его в семью? Или, наоборот, одиноким людям, если вот они подолгу отсутствуют, например, дома, на работе где-то находятся, вот сможет ли такой котенок, кот или кошка, жить дома один? Конечно, на самом деле в обоих случаях можно завести бурму, то есть они очень активные, как вы видите, они на самом деле в душе всегда котята, вплоть до самой старости. Они могут и в 12 лет играться и вести себя очень как бы приветливо к людям. У него такое лицо просто, что я играть, о чем вы? Нет, нет, нет. То есть по характеру они очень приятные, все-таки заводить можно их в любую семью, а если вот, например, дети или другие животные в квартире присутствуют, можно ли бурму завести? Повторюсь, они не агрессивны по своей природе. Для них на самом деле человек – это центр вселенной. То есть они будут очень-очень любить как родителей, так и детей. Плюс если есть животные уже в семье, допустим, собака или кошка, они также найдут с ним общий язык. Серьезно? Конечно. У нас дома живет 12-летняя южно-русская овчарка, знаете, такие большие, белые, пушистые. Их еще часто мишками называют. Прекрасно ладят, играют, спят вместе. То есть они на самом деле найдут общий язык с любым человеком. Какие особенности у этой породы? Вот я имею в виду, может быть, стоит обратить внимание сразу на что-то? Ну, может быть, проблемы какие-то, может быть, чем-то болеет в этой породе. Питание, может быть, особенное. Может, питание какое-то особенное. При грамотном разведении и при хорошем уходе, то есть при заботе за животными, никаких специфических заболеваний у них не наблюдается. Ну, шарапов пока пошел, да, проверить на шарапе. Расскажите, сколько такое удовольствие стоит? По-разному. Ну, котенок от, я не знаю, от 2 тысяч, от 10 тысяч, от 25 тысяч. Зависит, на самом деле, от качества животного. То есть есть кошки шоу-класса, есть попроще. Первые стоят в районе от 60 до 80 тысяч рублей. О, 60 тысяч рублей за котенок! Ну, поверьте, ваши вложения, как бы, они окупят себя. Ну что, друзья, у нас замечательный шарапов и солянка пока пошли изучать и обучать операторов ум-разуму, собственно говоря. Хотелось бы еще раз представить нашу гостю Екатерина Каратаева, владельца единственного в России питомника современных американских бурн у нас в гостях. Наша программа продолжится буквально через пару минут. Продолжение следует...